Лайс оф Пи. Маленький Пиноккио вырос и теперь с мечом наперевес прибыл в крат. Прогрессивный город, который столкнулся сразу с тремя проблемами. Восстание машин марионеток, нашествие монстров и загадочной каменной болезнью, из-за которой целые кварталы закрывались на карантин. Очередной соус лайк в нашей подборке. Здесь должна быть интерпретация Пиноккио, однако кроме имени персонажей, ничего знакомого мы здесь не встретим. Врем мы или нет, очень мало влияет на геймплей. Награды за ложь и правду одинаковы, а при первом посещении башни даже нельзя сказать правду, иначе тебя не пустят. Как бы нас все равно подталкивают ко лжи. Но давайте вернемся к соус лайк составляющей. Кривая камера у стен в узких проходах есть. Комбинации боссов, которые длятся вечность тоже есть. Трекинг атак врагов на месте. То есть общий список проблем соусов остался на месте. Но стоит заметить, что и все преимущества соусов также представлены в Лайс оф Пи. Абсолютно все элементы в том или ином виде вы могли видеть в других играх жанра. Что нового есть в игре? Пиноккио имеет сердце 2, который развивает его таланты. Вы можете увеличить количество ампул для лечения, улучшить их эффективность и другое. На геймплей влияет не только прокачка талантов, но и крафт оружия и железные руки. Крафт самое оригинальное, что есть в Лайс оф Пи. Любое оружие состоит из двух частей, лезвия и рукояти, и вы можете соединять их в любой комбинации. Лезвие пилы, ручка рапиры – легко. Рука похожа на то, что взята из секира. Пиноккио имеет несколько сменных конечностей, у которых есть разные эффекты. Какая-то поливает огнем, а другая притягивает к себе врагов. В целом, игра больше заточена под парирование, как это было в секира, но там это было немного удобнее и эстетичнее. Часто после победы над боссом выключал игру, чтобы просто отдохнуть от этого, вместо того, чтобы радоваться за бой. По итогу Лайс оф Пи – игра, которая выбрала лучшие моменты из секира, Bloodborne и конечно же самого Dark Souls. Получилось качественно, приятно. Не без родовых Souls болячек, но в это точно приятно поиграть любителям Souls'у.